Здравствуйте! С вами программа «Нескучная классика» и я, Сатя Спивакова. Мой сегодняшний гость – уникальный человек, человек-театр. За свою долгую жизнь он создавал и создает драматические и оперные спектакли, которые становятся эпохальными, историческими, знаковыми, а его самого всегда называют реформатором. Я с радостью и гордостью представляю своего гостя. В гостях у программы «Нескучная классика» Юрий Петрович Любимов. Здравствуйте, Юрий Петрович! Здравствуйте! Какую роль музыка играла в жизни и в становлении артиста и режиссера Юрия Любимова? Очень простой путь был. Я занимался педагогикой в Ахтанговском заведении. Поступил по экзамену, второй МХАТ закрыли, я, значит, начал сдавать везде, снова. Видел, как артисты плакали все. Хотя писали и доносы, может, на Берсенева, на Гиацинтову, его жену. Это у нас принято – писать доносы. К сожалению. Но, можете, лет через сто мы бросим это делать, писать доносы. Но в ближайший месяц не изменится. Нет, нет, нет. И Сину Станиславского писали. Ну, что вы хотите? Вы с 41-го по 46-й были артистом ансамбля песни и пляски НКВД. Что вы там делали? Расскажите. С 41-го по 46-й год. Я понимаю. При Берии. Да. Что приказывали, то я и делаю. Ну, нет, ну, во время войны. Что можно делать? Ну, во время войны я пытаюсь найти, как вы, откуда выросли. Меня нашли. Нет, я пытаюсь. В армии. Понятно. И привезли на Лубянку. Я думал, за что всю дорогу? А вам что хотелось? В грузовике. А как? Я не понимал. Везут на Лубянке ночью. Ну, что такое? Я вроде никуда не бегал. Был честным. Участвовал в финской войне. Таких и нет теперь. А я в это время простудился. И у меня какой-то грязный бин. Это. И, значит, сидит. Вдруг я увижу. Сидит Свешников. Сидит МСРР. Сидит кто же еще? Голизовский. Вот такие люди сидят в комиссии. Юткевич. Ну и полковник, начальник ансамбля. Значит, и Юткевич ему шепчет. Это Юра. Мы, я его знаю. Не надо. Видите, у него что-то завязано все тут. Вы можете взять, он одаренный человек, он вам не повредит. То есть, я не поврежу ансамблю. А подразумевалось, что вы должны петь, танцевать или играть на каком-то инструменте? Все я должен делать. Так. Все. Ну, все-таки я должен был интермедиа играть. Угу. Основную. Играть. Как драматический актер. Угу. Из Вахтанского театра. Значит, все это. Закончил и в армию. Я понимаю, что музыка в вашей жизни так или иначе играет не последнюю роль, потому что вы не просто ее вводите в свои спектакли драматические, но вы действительно один из самых востребованных за последние годы оперных режиссеров. Видимо, вам интересно было работать в опере с артистами, да? Я там работал. Назвал себя оперуполномоченным. Почему? Потому что мне все время предлагали оперу ставить. Я и назвал себя оперуполномоченным. Синный СССР. Советского Союза, да. Ну, действительно, почему мне заказывали только оперы, когда меня выгнали-то? Потому что я в свое время сделал с Луиджи Ноно и Абадо блистательным дирижером, ну, таким действительно звездой великой. Конечно. Великая она, потому что он весь живет в музыке. Когда вы смотрите, как он дирижирует, каждая частица его тела, видишь ты, что она в музыке. Это вы говорите о постановке Хаванщины? Не только Бориса Гудунова. Но я с ним первую оперу-то делал левую, Луиджи Ноно, Грансоле Каррика де Мора, Солнце любви и так далее. Это была левая опера, конечно. Шомберг. Но Ноно Шомберг. Да, да, да. И поэтому съехались на эту премьеру, раз новая опера, это редкое событие. И приехали все директора крупнейших театров. А где это было? В Скале. Перед тем, как мы поставим первый фрагмент, я все-таки хочу спросить. Ну, практически детективная история и греческая трагедия вокруг пиковой дамы в 1977 году. Как получилось? Кому мешал Чайковский, Пушкин, пиковая дама? Почему вокруг такого, в общем, архаичного в том время жанра, как классическая опера, кипели такие страсти? С детективом, с выкрадыванием партитур, с письмом Журайтиса. Я сейчас все скажу. Письмо Журайтиса. В правде. Давайте сейчас-то можно сказать? Конечно. Это донос в центральную прессу. Чтобы печатали донос, надо хотение официальной прессы получить донос на меня. Там собрались такие люди, которые им были несимпатичны. Это Альфред Гарич Ниткин. Давид Боровский. Боровский, как раз он там мало фигурировал. Ну, Рождественский. Рождественский. А главным образом, и глава этого заговора, конечно, перед вами. А Альфреда они назвали какой-то музыкантишка. А время показало, что он гениальный композитор, признанный миром. И сколько мы изувечили таких людей. Вот просто вспомните, как мы поступали с группными талантами. Они всегда мешали, и их всегда били. И в результате-то мы же основывались на письмах Чайковского. А что было вот таким вот дурновкусным, вторичным в либретто Модеста Чайковского, который вы решили убрать? Было изъято, что приказали Чайковскому чиновники. И о чем он писал, что Модест, не делай, вот это не вводи, не вводи эти, там, приезды, там, то-то, то-то, то-то. То, что приказывали сверху. Но вы приближались к пушкинской версии. Конечно. Безусловно. Как и он просил. Ну, не надо, не выдумывайте вы за Александра Сергеевича. Не надо. Ну, для государства это обернулось совсем скверно. С ними прекратили на три года все крупнейшие театры мира. Они к нам отнеслись с большой солидарностью, что так нельзя поступать. И порвались нашими отношениями. Я прошу внимания на экран, мы смотрим фрагмент вашей пиковой дамы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Вы ставите оперный спектакль как режиссер. Вы к артистам относитесь так же, как в драматическом театре? Или вы все-таки делаете скидку на то, что у него главный инструмент это все-таки две голосовые связки? И не обязательно из него вытаскивать дарование Смоктуновского или Книперчеховой? Я понял одну вещь сразу, что с музыкой я должен быть очень осторожным и примат давать музыке, а не себе. То есть, прежде всего, не мешать. Ну как, Дон Джованни оставлю, ну как я буду мешать Моцарту, ну Господь. Я сразу в тень иду. То есть, делаю, стараюсь выразительно это делать. Но там мне дают певца. Это я делал в Венгрии. Он их достояние от страны. Значит, достояние как-то не понимает. Ну что я хочу? Потому что я сделал так ему. Там дуэль. И я говорю, а вы подойдите, возьмите смычок и убейте смычком, а не шпагой. Потому что эти шпаги надоели просто. Не только, а и зрители. Ну какой это? Да тык-тык-тык-тык-тык, тот упадет. Ну что это такое? Это же красиво. Смычком, то есть убить музыкой этого. Звуком, нотой. Да, звуком, нотой. Он сразу вдруг. Потом я понял, что он странный. Он там. Странное достояние. Странное. Он брючки там сделал. Не в коем случае. Я это не могу. Ну и что делать? Достояние не хочет. А я ему говорю, у вас есть родственник? Есть. Племянник. Я говорю, он похож на вас? Копья моя. Я говорю, ну копья придет из вашей спины. А это уж я делаю так, свет. И копья и убьет, и спрячется за вашу спину. И все. Будет ясно, что это вы. То есть вы придумали ему второй альтер-эго такой, да? Второй я. Да. Второй я. Ну и все было нормально. И все это были. Приветствовали и зрители, и все. Но делать было тяжело оперу. Потому что венгры очень... Начинается крики. Я хочу сейчас поговорить о таком спектакле, который вами был поставлен в 93-м году. Который вы делали совместно с Альфредом Горевичем Шнитке. Живаго. Да. Пожалуйста. Попытка сделать новую оперу, потому что все время об этом говорил Альфред, что он был настолько деликатнейшим человеком, имея такой дар божий, что когда я ему сказал, надо помочь Высоцкому в спектакле о нем, о Владимире, и он говорит, нет, вы знаете, не надо. Пусть это его мир. Я не буду. Поверьте, Юль Турович, не надо меня приглашать. Я его с трудом уговорил одну балладу оставить там, которая замечательная. Альфреда там одна баллада есть. Я знал, что Альфред написал на стихи Живаго в свое время музыку. И когда я с ним говорить начал об этом, он уже был болен у него, уже были... Это его последняя работа фактически. Я говорю, у тебя же, Альфред, были эти написанные вещи? Он говорит, я их сжег. Они плохие. Я говорю, ну, может, ты вспомнишь и делаешь коррекцию какую-то на это? Он говорит, нет, они не были простыми. Они мешали тексту. Пастернак. И потом роман, его нельзя поставить без музыки. Он рассыпается. А музыка скрипела все. Это была попытка сделать какую-то новую оперу. Снова приступать к новым операм. Ну и вот публика ходит и в брали. Я хочу сейчас, чтобы наша аудитория молодая посмотрела бы фрагмент спектакля Живаго. Пожалуйста. Откуда у вас? У меня нет, а у вас все есть. Вот что такое? В лесу казенной земли мершею стояла смерть среди погостов. Смотря в лицо мое умершее, чтобы вырыть яму мне по росту. Прощай, лазурь преображенская, Ты золота второго спаса, Смягчи последней лаской жен свою, Не горишь ракового часа, Прощай, раздва, крыла расправлены, А ледовольное уборство И образ мирословий явлены, И творчество, и чудо-сподство. Прощай, немод и безбременщины, Растився безбер унижений, Бросающая вызов женщина, Я поле твоего сражения. Я хочу, чтобы молодежь, которая сегодня пришла на встречу с вами, Задавала бы вам несколько вопросов, Они у них есть, я им обещала, что они смогут задать вам вопросы. Пожалуйста. Юрий Петрович, вы работали в Италии. Говорят, итальянцы и русские схожи по духу. А скажите, чем итальянская публика отличается от нашей? Эмоционально все. И все. Он может прийти в ложу, за которую дорого платит, Платит только наш тенор петуха или нет. Он будет кричать «Бу-у-у!» Да, будет кричать «Бу-у-у!» И уедет. Пожалуйста, еще вопрос. Юрий Петрович, здравствуйте. Я вот хотел вас спросить, как вы думаете, что сейчас хочет видеть современный зритель? И даете ли вы то, что он хочет видеть? Как вы считаете? Да черт с этим seguir. Ну, я старый человек, потому что, когда мне говорят, подождите, лет через 20 все образуется. Я говорю, да я за... Сколько лет вам это уже говорят, скажите, потому что уже подождите. Лет 40. Я хочу теперь задать вам вопрос по поводу грядущей постановки в Большом театре князя Игоря. И первое, что мне интересно, вам действительно так интересно эта опера Бородина? Или вы, как тот режиссер, вы обязаны влюбить себя в материал, который вам предложили? Ну, она очень неблагополучная и неоднородная. Но нельзя же, чтобы опера славилась танцами. В том-то и дело, половецкими плясками. А, половецкие плясками. Ну, одна ария, о, дайте, дайте мне свободу. Ну, о, дайте, дайте мне свободу, ведь важно в продолжении. В том, что я сумею позор свой искупить. Так я вас спрашиваю, что вам там интересно в этой музыкальной партитуре? Почему вы за это взялись? Ну, знаете, да, это ответ спокойный. Мне предложили работу, а сейчас я безработный, понимаете? Аплодисменты! Уговариваю Григоровича сделать новый вариант. Уговариваю дирекцию сделать вообще новый музыкальный вариант. Новые прекрасные пляски, которые, с моей точки зрения, ритмически однообразны и безлики. А это агрессивные половцы, которые владели всей территорией и в то же время и частью России. И поэтому они агрессоры. И вот эта благость в ариях, знаменитых, ее неправильно трактуют. Он заманивает его в союзники. Этот хан. Кончак. Да, Кончак. Хочу сейчас фрагментик посмотреть вместе с вами. И потом послушать ваши комментарии. А вы провокатор. Да? Ну, просто вашего же спектакля еще нет. Пожалуйста. Дайте, дайте мне слабому, Я мой позор сумею искупить, Я ружет в бедру на спасу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok И вообще как будто его не били. Его били. И каску ему разбили. Да и тут лупили. А он сражался. А не командовал на горе. Сверху. У вас теперь будет постановка опера в Большом театре. Наверняка вы столкнетесь с очень большим количеством сложностей, как в любой работе, как в любом театре, даже хорошо организованном. А тут вся машинерия новая, только что отстроили. А я уже лазил. И как вам вот это понравилось? Расскажите мне, Большой театр. Сейчас его технические возможности. Возможности большие. Но, например, обидеться не буду говорить. Не говорите. Все хорошо. Скажите, а как возник тандем с Павлом Кармановым, которого мы пригласили сегодня? Он сегодня сейчас будет для нас здесь специально выступать и играть свою музыку. Ну дайте мне хоть послушать. Да, конечно. Итак, я приглашаю сейчас Юрия Петровича, дорогие мои молодые друзья, в эту студию композитора и пианиста Павла Карманова. Исполнять он будет вместе со скрипачкой Еленой Иревич свою пьесу, которая называется «Марина». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok И мне очень интересно поработать с Юрием Петровичем и с Мартыновым и в Большом театре, соответственно. Спасибо. 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 Юрий Петрович. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Мне кажется, это заблуждение молодых, немного нагловатых людей. Немного я, чтобы не обижать. Пожалуйста, еще вопросы. Юрий Петрович, подсказывала ли вам когда-нибудь музыка режиссерские решения? И вообще, расскажите, откуда они берутся, так сказать, эти режиссерские решения и с какого сора? Вот так. Когда бы вы знали, из какого сора? Нет, понял. Почему я задумался? Это вопрос такой. Очень часто неожиданно, может, во сне даже приснится, что тут обязательно вот должна быть музыка. И какого характера. Поэтому вот мои друзья, вот Шнитке садился за инструмент. Шостакович садился за инструмент. А вот Мартынов не садился. Луис Женона не садился. Он ко мне явился вот с таким портфелем. Вот таким, огромным. Я говорю, а что у тебя в Италии уже такая бюрократизм, что у тебя даже портфель такой? Он говорит, нет, там диаграммы будущей музыки. Так что каждый по-своему слышит это. Юрий Петрович, расскажите мне вот ту знаменитую историю, о которой я слышала вкратце. А именно, о вашей постановке в Милане «Страстей по Матфею». Ну, это так же было. Мне сказано. «Вы можете сделать из оратории мистерию?» Я подумал недельку. Стал выдумывать. И сказал им, хорошо. Теперь я скажу вам парадоксы находок бывают такие. Я в это время пил виски. И когда бросаешь кубики льда, они трескаются от алкоголя, соответственно. И мне так это понравилось, что когда я все соображал, то я решил, там тайная вещь. Что если я поставлю ледяной крест, большой, ну, метр семьдесят пять, так. Я всегда работаю с рулеткой. Как портной. И там я заморозил, я не украду, две такие круглые перекладины. Преломляясь через лед, прожекторами с четырех сторон, все засияло. И вот, когда началась оратория, крест стал плакать. И начались какие-то даже странные чудеса. То есть, капли стали падать. Пол был такой, как у вас вот, черный. На нем крест. И в такт начали падать капли. Оплакивать Христа. Самороженного. То есть, получился миф такой. Который очень сильно подействовал на людей. Они услышали это. Не могу не задать такого вопроса. С одной стороны, вы говорите, что происходят чудеса. И, в общем, искусство, то, чем вы всю жизнь занимаетесь, то, чему вы отдали азарт, энергию, веру, знания, талант, это все призвано все-таки делать человека лучше. Вот когда я делаю, я не думаю об этом. Искусство может вдохновить на некоторое время человека, но лечить оно его не может. Это мгновение. А воспитывать? Фауст. Нет? Тоже нет. Нет. Я хочу сейчас, чтобы мы все вспомнили, с чего все начиналось. А все начиналось с гениального спектакля, который создал новый жанр в стране и в мире под названием театр. Все начиналось со спектакля «Добрый человек» из Сизлана. Этот спектакль, как и все, что тогда вы сделали, это как бы такая страница истории. Ну, нас достал соцреализм. Всех. Понимаете? И мы поняли, что, ну, нельзя в этой клетке. Невозможно ничего интересного делать. Это было какое-то сюсюканье дурного вкуса. И нам очень мешает, конечно, дурно вкуситься. Дурно вкуситься. Дурно вкуситься. Дияник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бьют барабаны, кожу для них дают Сами и параны, потом поезжило начальство Преспублику создадут, где каждый будет А будет и сыт, будет он или худ Она голодный и битый, очень позыковал Но толстый пузырь и сытый, тоже не унывал Шагают бараны в ряд, бьют барабаны Кожу для них дают, сами и параны Дорогой Юрий Петрович, я могла бы говорить с вами еще очень долго Это не пустые слова, это действительно так Но поскольку передача подошла к концу Мне остается только вас поблагодарить Низкий вам поклон за то, что вы пришли Спасибо за то, что вы делаете Я желаю всем вашим начинаниям, которые у вас есть Состояться, чтобы вас поменьше огорчали Желательно, спасибо Я благодарю вас, огромное вам спасибо Что вы были гостем программы «Нескучная классика» И посвятили мне столько времени Спасибо Спасибо Благодарю В этом году Юрию Петровичу Любимову исполнится 95 лет Но можно смело сказать Все, что ему еще предстоит осуществить Будет заряжено той же неудержимой и неистовой фантазией Как это всегда было в его спектаклях С вами была Сати «Нескучная классика» Субтитры создавал DimaTorzok